Добрый день, уважаемые инвесторы! Сегодня отечественный Минфин решил вновь вернуться к практике парного аукционного катания. Напомним, что первоначально в плане графики на квартал значился 7-летний выпуск ОФЗ серии 262.10 на 25 млрд. рублей. В итоге же мы увидим два выпуска. Выпуска 15-летних ОФЗ серии 262.07 на 9,9 млрд. рублей и более короткий 10-летний выпуск серии 262.09 на 6,5 млрд. рублей. В целом, такая вот перебалонтировка соответствует традициям последнего времени. Мы видим, что Минфин предлагает нам высеченные объемы, довольно-таки небольшие объемы ОФЗ, принимая в учет текущую рыночную конъюнктуру. Довольно-таки здравая тактика, поскольку спрос со стороны инвесторов неустойчив в последнее время, настроение на глобальных рынках переменчивое, соответственно, это вынуждает ведомство подкручивать постоянно гайки в аукционном механизме. И также логично выглядит предложение сразу двух выпусков, поскольку инвесторы смогут выбрать наиболее подходящие для них инструменты. Что касается премиального вопроса, вопроса премии к вторичному рынку, то по 15-летнему выпуску она составляет 4 байсинных пункта, по 10-летнему выпуску 1 байсинный пункт, если соотносить текущие метрики по доходности к вчерашнему закрытию выпусков на вторичных торгах. Мы видим, что пока настроения на глобальных рынках неустойчивы, однако вчера они выглядели поинтереснее, чем в предыдущие дни. В частности, нефть наконец-то смогла вырваться в зону роста и заработать 1,1%. На этом фоне Минфин сегодня может показать в целом неплохой результат, однако ажиотажа мы не ожидаем. Неплохой результат почему? Потому что мы видим относительно небольшие объемы предложения с его стороны и не очень плохой, скажем, на текущий момент внешний фон. Но ажиотажа, скорее всего, не случится, потому что пока ему просто неоткуда взяться, инвесторы могут какие-то спекулятивные цели сейчас преследовать, но они, скажем, не видят пока существенного улучшения глобальной картины. Мы видели, как нас всех напугал кипрский вопрос. Небольшой Кипр в итоге произвел такой эффект, которого никто не ожидал, и кризис доверия все-таки был подорван в последние дни. В целом мы отметим, что всего Минфин пока в этом квартале свой план выполнил на 57%, было размещено в фазе на 175 с гостиком миллиардов рублей, при плане в 305,6 миллиардов рублей. Ничего критичного в этом нету, пока это данные рыночные конъюнктуры. Что касается следующего квартала, то мы бы не советовали, да, почему мы говорили о квартале, поскольку сегодняшнее размещение, оно будет, сегодняшние размещения будут последними в текущем квартале. Вот в следующем квартале мы бы не советовали заигрываться с УФЗ, особенно длинной дюрацией, 10-15-летней, поскольку пока явных предпосылок к тому, что сектор существенно улучшит свое самочувствие, нету, и спрос по-прежнему может быть переменчив. Глобальные рынки по-прежнему не внушают доверия. Однако Минфин, вероятнее всего, останется довольно-таки активным заемщиком, поскольку средства будут требоваться и на финансирование дефицита бюджета, на покрытие этого дефицита. И, соответственно, также была новость о том, что не будет рублевых евробандов, то есть все выпуски придутся именно рублевых бандов на локальную арену. Как раз вот такое решение в текущем году не выпускать рублевые евробанды было принято на основе стата либерализации. Хотите УФЗ, точнее рублевые государственные облигации, милости просим на локальную арену через такие источники, как Клирстрим и Евроклир, соответственно. Что касается корпоративного рублевого долга, то здесь сегодня мы ожидаем боковика. Налоговое бремя еще не удалось окончательно сбросить с плеч. Вот завтра будет последняя налоговая выплата. Это авансовые платежи по налогу на прибыль за первый квартал 2013 года. Но в целом ликвидность довольно-таки уверенно держится. Вчера она составила 997 миллиардов рублей, за день прибавив 21,5 миллиард рублей. Ставки денежно-кредитного рынка хоть и удерживаются на повышенном уровне, но излишнего перегрева они избегают. Вчерашнее значение Моспрайм Овернайт 6,27% годовых. Соответственно, также свою поддержку оказывает и Банк России посредством своего РИПО. Но здесь мы видим гораздо большую активность на аукционах недельного РИПО. Вчера был проведен очередной такой аукцион. Был установлен солидный лимит в 1,5 трлн миллиардов рублей. А по недельному РИПО вчера лимит был лишь 70 миллиардов рублей. То есть Банк России еще раз нам показывает то, что он заинтересован в более длинном 7-дневном РИПО, поскольку с его точки зрения, ну и вполне логично, мы солидарны с данной позицией, более длинные, скажем, деньги, они уменьшают флатильность банковской ликвидности. Вполне логично, поскольку банки занимают на более длительный срок, и, соответственно, отдавать эти деньги приходится не сразу, не каждый день перереповываться, а иметь определенные средства в своем балансе на более длительный срок. Пока корпоративные банды не сбросили с себя время аналогового периода, скорее всего, в зону роста им выбиться не удастся. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok